Любой технопарк, если он строится на деньги государства, это инфраструктурный проект. Он окупается не сразу. Считается, что люди, пришедшие туда, развившие свои новые бизнесы, давшие работу многим людям, в конце концов эти деньги возвращаются налогами. Эти деньги возвращаются налогами как с зарплат, так и налогами с предприятий, тем, что сюда приходят новые инвесторы и так далее. И в этом смысле технопарк «Идея» – это один из успешных проектов. Руководство Татарстана, оно очень удачно, на мой взгляд, выдерживает линию, с одной стороны помогая технопарку, с другой стороны – это отдельное юридическое образование, которое неплохо зарабатывает. И в этом смысле вот есть это равновесие. Если будет административная опека очень плотной, то работы не будет. А если ее не будет, то это может превратиться просто в девелоперский проект. Проект сдачи помещений в аренду кому угодно. Вот мне кажется, технопарк «Идея» с одной стороны зарабатывает деньги, с другой стороны создаются многие другие проекты. То есть в этом смысле схема государственно созданного технопарка, на мой взгляд, работает. И я надеюсь, что она будет работать еще лучше. И потому что те люди, Сергей Юшко, его команда, которая работает, они все время ищут новые методы работы. Они не закрыты не только там внутри Татарстана, они закрыты внутри страны. Они смотрят на весь мир, и это хорошо. Скандинавская модель имеет свои плюсы. Это модель, которую исповедовал «Технополис», финская система технопарков. Смысл ее в том, что они зарабатывают на сдачу в аренду. Но вообще говоря, технопарки – это всегда заработки от сдачи в аренду. Но тут есть одна тонкость. Специализированного оборудования, специализированных площадей. Дело в том, что обычным инновационным компаниям нужны не общие услуги. Они не могут сесть в обычный бизнес-центр. Потому что им или очень надо много энергии, или специальный интернет, или очень крепкие полы, виброустойчивые, потому что у них работает пусть маленький, но какой-то очень звонкий станок. Хороший технопарк дает немножко специализированное помещение, но зарабатывает все равно на аренде. Вопрос, как он вкладывает деньги в компании, как он дает сервисы. И поэтому скандинавская модель, она вообще говоря, в России может быть успешна. Ровно потому, что зарабатывать на аренде легко – это довольно легкий бизнес. А зарабатывать на росте стартапов трудно. И поэтому, если часть денег отсюда перекладывается в стартапы, то это хорошо. И эта модель, вообще говоря, как показывает технопарк, идея работает. Новосибирский технопарк, на мой взгляд, один из самых живых технопарков, которые есть в стране, действующих. Почему? Потому что он создан именно инициативой снизу. То есть люди решили, исходя из своих задач, что им надо создать некое юридическое лицо, которое было бы им полезно. Там будут как раз и Центр коллективного пользования, который ориентирован на эти компании и так далее. Поэтому вообще такой технопарк, если у его резидентов, у тех, кто там сидит, дела идут неплохо, почти обречен на успех. Почему? Потому что он создается для понятных вещей, и он служит понятным образом. Поэтому, возможно, в этом и есть успех Новосибирского технопарка Академгородка. Потому что там есть люди, которые на протяжении многих лет и в 90-е годы, когда науке было очень трудно, учились вместе выживать и получать заказы в основном за рубежом. Это люди с подготовленной, хорошей культурой получения заказов. И они знают, они создавали технопарк для того, чтобы им удобнее было получать заказы, эти заказы выполнять, обслуживать друг друга. В этом сила этого технопарка. Потому что он работает, он заточен, как говорят таким жаргонным словом, под своих резидентов. Спасибо.